Добрый день, уважаемые саровчане! Сегодня 13 июля, понедельник, и ситуация по коронавирусной инфекции у нас продолжает двигаться ровно в таком же направлении, как и было на прошлой неделе. Уровень заболеваемости, который мы наблюдаем в количестве нового прироста в целом по городу, не меняется. Из меня изменяется только всегда у нас наличие вспышек. Мы о них сегодня немножко поговорим. А пока скажу о цифрах, что за последние 4 дня у нас прибавилось 82 заболевших, и в обществу сумме их стало 733 человека. У нас на 20 человек прибавилось количество выздоровевших, и их стало 379 человек. И у нас в официальной сводке официально появился один умерший. Я о нем уже рассказывала. А сводка пополнилась этим умершим ровно тогда, когда мы получили официальные данные, результаты вскрытия из Нижнего Новгорода. И вот в данном случае мы уже четко видим, что заболевание произошло от классической ковидной пневмонии. То есть причина заболевания именно коронавирусная инфекция. Вы помните, я вам рассказывала, что у нас еще была одна смерть женщины, тоже уже в возрасте. Она умерла при лечении от коронавирусной инфекции, но у нее причиной смерти, самой причиной смерти, стало другое заболевание ее основное. Поэтому она похоронена была со всеми мерами предосторожностей от ковид-19. Но в сводку, где причина смерти стоит ковид-19, она не вошла. Таким образом, у нас общим итогом две смерти у людей, которые болели коронавирусной инфекцией. При этом у одной умершей причина смерти иная, а у второго умершего именно коронавирусная инфекция. И вот эта цифра теперь так у нас нарастающим итогом, они у нас все идут. Неважно, что многие из заболевших уже выздоровели, мы вот эту сводку так и даем. Вот так у нас будут идти три цифры. Заболевших всего нарастающим итогом, выздоровевших всего и умерших всего. При этом еще госпитализировано у нас из болеющих 53 наших саровчанина, 44 человека у нас в Сарове и 9 в Привожском окружном медицинском центре. Из 44 у нас в нашей больнице 24 средняя тяжесть и из 9 в Помце 3 тяжелых и 6 средне-тяжелых. И тут опять мы говорим о том же, что несмотря на большое количество заболеваний в легкой форме, количество тяжелых у нас постоянно в небольшом уровне держится. И это тот сегмент, то количество людей, за которых мы постоянно опасаемся и ради которых всю эту огромную работу проводим. Только для того, чтобы у нас было как можно меньше тяжелых и чтобы у нас совсем не было смертельных. И еще под наблюдением на карантине у нас находится 221 человек. Вот в целом эта ситуация по заболеваемости, она не меняется у нас уже последние две недели. И все было бы ничего, если бы при этом не было вспышек. Я постоянно говорю о том, что сейчас наша главная идея состоит в том, чтобы заболеваемость распространялась у нас только в категориях лиц, которые могут ее перенести легко, чтобы она у нас не затрагивала группы риска. Это первая наша задача. И вторая, чтобы не было так называемой групповой заболеваемости или как мы их называем еще вспышки в трудовых коллективах. Потому что там, где мы 8 часов подряд вместе работаем, а у нас некоторые трудовые коллективы, это достаточно большие по численности коллективы. И сразу может быть огромное количество людей заболевших. А вы представьте, что каждый из них еще принесет инфекцию домой, значит выпадут еще и их семьи. Это сразу очень большая нагрузка для всех. И для медицины, и для экономики, в целом для нашего города. Это большая опасность попасть в зону карантина и прийти к тому, чтобы город закрыли на карантин. Это большая опасность опять для количества госпитализированных и для тяжелых. Это в любом случае то, на что мы обращаем большое внимание. Вот сейчас у нас продолжается вспышка на заводе ВНИЭФ. Очень внимательно к ней относимся и видим, что люди расслабились и не хотят соблюдать меры профилактики на работе. Давайте еще раз пройдемся по тонким местам. Тонкие места – это там, где люди встречаются, особенно однозначно, без средств защиты. Это места приема пищи. Обратите внимание, все, не только те, кто работает в ВНИЭФ на заводе, это абсолютно все работающие лица. Там, где вы принимаете пищу. Если эта комната или помещение, или зал не имеет возможности естественного проветривания, если она небольшая, то даже соблюдая там дистанцию, вы не сможете таким образом есть, чтобы не передать друг другу вирусы, если кто-то вдруг болеет. Обратите внимание на туалеты. Там, где нет принудительной вентиляции, а в большинстве санитарных узлов, построенных по проекту, вентиляция естественная, с естественной вытяжкой. И при такой температуре воздуха и влажности, которая сейчас установилась, она практически не дает никакого воздухообмена. Значит, это тоже помещение, где даже если рядом в данный момент заболевшего нет, то это место, где может быть передача просто даже через воздух вируса. Не говоря уже о контактных поверхностях, о ручках, о кранах с водой и так далее. Следующее – это раздевалки. Как правило, это тоже помещение без достаточной вентиляции. Вот сейчас теплая погода, постарайтесь не пользоваться раздевалками. Там, где по роду работы, вам можно ими не пользоваться. Или, заходя в раздевалки, одевайте все-таки масочки, одевайте перчатки. И самое-то главное, что всего этого можно избежать гораздо более простыми методами. Это то, к чему все время я вас призываю, чтобы с первыми симптомами заболевания люди на работу не ходили. И вот последние выходные работы, выходные дни как раз показало, что большинство людей все-таки не понимают, что такое первые симптомы заболевания. Они говорят, а у нас и нет этого заболевания никакого. Вот мы обследовали сейчас работников завода в выходные дни. И они упрямо продолжают твердить, что у них никаких признаков нет. На самом деле у тех, кого выявили, у 95% явление есть. Только они не считают, что это явление заболевания. Еще раз, небольшое першение в горле – это уже симптом заболевания. Катаральные явления, покраснение горла, небольшая головная боль, чуть-чуть подкашливание. Вот это все говорит о том, что заболевание уже есть. Не говоря уже о том, что потеря обоняния – это очень характерный. Симптом – это и насморк сюда же относится. Сюда же относятся любые сложности с дыханием. Вот что нам только не говорят. Мы вам не верим, анализам вашим не верим. У нас на самом деле это эффект кондиционера, в который мы включаем. Это у одной реакция на кондиционеры, у другой реакция на холодное молоко, у третьей реакция на купание в водоемах, а у четвертой вообще она считает, что она всю жизнь ходит с такими симптомами катаральными. А на самом деле это четко видно, что эти люди выделили коронавирус, что это так называемые малые симптомы заболевания. И если есть какое-то сомнение, еще раз хочу сказать, а уж тем более там, где уже есть заболевшие. Ведь вот люди же видят, что есть в своем коллективе уже заболевшие. Так значит, к своему здоровью нужно отнестись более внимательно. И те симптомы, которые вы считаете, что у вас от молока, от кондиционера, от водоема, еще бог знает от чего, нужно на всякий случай предусмотреть. И ведь в этом нет ничего сложного, остаться дома и вызвать врача на дом. Абсолютно не сложно. А на сегодняшний день у нас уже 44 человека, заболевших в одном коллективе. Уже закрыто целое здание. И мы уже ведем речь об обследовании второго контингента, второго большого здания. И все только потому, что люди совершенно не хотят прислушаться к своему здоровью, не хотят защитить себя и не хотят защитить рядом работающих своих же коллег. Пожалуйста, будьте к этому очень внимательны. Но аж если мы работников высаживаем и говорим, что должны приехать доктора взять анализ, то значит нужно в этот день быть дома. Это совсем нетрудно, посидеть один день дома. Гораздо легче, чем медикам, когда они по 150-200 вызовов в полном снаряжении делают и ездят по квартирам, и приезжают к закрытой двери, должны вызванивать и по 5 раз на этот адрес ездить. Пожалуйста, будьте внимательны, в том числе и к нашим медицинским работникам, которым эта пандемия дается очень нелегко, учитывая вот эту жару и те средства защиты, которые они вынуждены весь рабочий день с себя не снимать. Вам трудно поработать в масках 8 часов, а им, вы думаете, нетрудно работать целый день, целую смену в таком обмундировании, в таких вот медицинских костюмах. Ну и много вопросов еще по карантинам в детских садах. Там все проще у нас, там вопросы только касаются того, что людям непонятно, все-таки чем же отличаются карантины, когда детей высаживают домой, от тех карантинов, когда они продолжают посещать детские сады, но при этом ограничены некоторые их передвижения и берутся анализы. Тут все очень просто, тут все зависит от того, в какой контакт попадает ребенок. Если это контакт прямой с другим ребенком непосредственно, и по дням получается, что этот ребенок может заразиться, вот в таких случаях высаживают на дом. Если контакт идет по воспитателю или по младшему воспитателю-помощнику, которые работали в средствах защиты, или если есть достаточный промежуток времени между контактом с заболевшим и днем, когда этот больной заболел, когда действительно у них было реальное последнее между собой взаимодействие, вот тогда решается вопрос о том, что группа продолжает находиться на карантине, уже посещая этот же детский сад, но с определенными ограничениями. И тут все достаточно у нас на сегодняшний день спокойно. У нас уже сняты карантины с 37-го сада, с 31-го сада. В выходные обследовались детки 10-й группы 9-го сада. У них тоже все отрицательные. И по завтрашний день у них карантин, значит, завтра у них вся работа и жизнь их в детском саду возобновляется. Все карантины, перечисленные в детских садах, прошли спокойно. Продолжаются еще пока карантин в 10-й группе 6-го сада. Там сегодня будет обследование детей. У нас продолжается уже в другой группе 9-го сада, уже в 9-й группе карантин. В 44-м саду в 6-й группе будет обследование с 16 по 18 июля. И в 29-м саду обследование будет завтра у детей из группы 7. Несмотря на то, что такое большое количество садов есть, как мы называем их, заносы, заболевания в детский сад, пока те меры, которые в детских садах принимаются, и те меры профилактики, и те меры, которые родители используют для того, чтобы не заболеть, они на сегодняшний день дают свои результаты. Поэтому пока с этим все спокойно. Но повторюсь, что, конечно, когда идет эпидемия, конечно, в любом, абсолютно в любом коллективе можно заразиться. Поэтому по-прежнему считаю, что если есть возможность не водить ребенка в сад, вы можете этим воспользоваться. Тем более, что детские сады по-прежнему работают только в режиме дежурных групп. По вопросам открытия в полной мере магазинов, детских садов и других наших учреждений, у меня ответ по-прежнему остается такой же, что все это будет, как только по всем показателям мы с вами выйдем и будем достойны выхода на второй этап. Наверное, нас не будут рассматривать отдельно по городу Сарову, а мы в целом по ситуации по Нижегородской области будем рассматриваться и вместе со всеми окружающими территориями выходить на второй этап. Но пока вот на сегодняшний день я хочу сказать, что по показателям, во всяком случае за последние 4 дня, мы еще не вышли ко второму этапу. Коэффициент распространенности у нас единицы и чуть больше единицы, при том, что при выходе на второй этап должен быть гораздо меньше 0,8. Охват тестированием, вот он хороший, но, кстати, этот же охват тестированием определяет нашу заболеваемость. Чем больше мы обследуем, тем больше мы выявляем малосимптомных форм, там, где люди не обратили бы внимания и, может быть, не считались бы больными, поэтому уровень заболеваемости у нас, выявляемости заболевания, у нас, конечно, на нашей территории гораздо больше. Но это сделано для того, чтобы не было тех самых вспышек. Поэтому вот еще раз, напоследок уже, как говорится, еще раз обращаюсь. Лучше лишний раз остаться дома, лишний раз вызвать врача на дом. Никто вас за это не осудит. И, наоборот, поблагодарят, если вдруг даже с малосимптомными формами вы такой или такая молодец останетесь дома и не будете распространять это дальше. Я желаю вам всем здоровья, желаю вам всем понимать, что наша заболеваемость наших групп риска зависит исключительно от того, какие меры профилактики применяем мы. Здоровья вам, всего доброго, до свидания.